Всем привет! С вами я, Чувая Маша, и сегодня у нас будет такая мини-распаковка моего тренажера для стоп. Я объясню, что делать после тренажера для стоп, и немножечко расскажу. Итак, к тренажеру для стоп у нас входит вот такая подкладка, она толстая, тонкая подкладка, толстая резинка, то есть она для начального уровня, и очень маленькая резиночка, то есть она тоненькая вот сама, и она не тянется, только тянется, когда мы натягиваем ее на тренажер. Тренажер у меня деревянный, розового цвета, так как я считаю, что пластмассовый он может сломаться. Итак, перед началом того, как вы будете тянуть свои стопы на тренажере, мы их разогреваем. Первое упражнение для разогрева мы на себя через первую вытянуть. Вытянуть. На себя через первую вытянуть. На себя через первую вытянуть. И обратно. Через первую на себя обратно. На-на-на. 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 Сделали. У меня просто разогревает листопа, дальше вы стоите на стопах. Также хочу сказать, что от тренажера минимальный результат, то есть от него к цели, ну где-то процентов 20. То есть вам еще нужно сделать еще 80% для вашей цели. Эти 80% составляют из себя закачку, прокачку ваших стоп. Также, чтобы они тянулись не только на тренажере. Вы, допустим, если вы начальный уровень, говорю вам сразу, тяните 2 минуты. То есть ставьте таймер, подходите вот к какой-нибудь поверхности. Давайте я возьму вот эту вот поверхность. Сейчас я уберу все отсюда. Это у меня комод. Я стою на подъемы. Мои колени опираются на мой комод. Корпус я отвожу назад. И примерно так они тянутся. Сначала результата на тренажере мне никакого не было. Хотя я по 2 минуты на каждую ногу тянула каждый день. И результата не было. Я не понимала в чем. Но потом поняла, что нужно к этому прилагать усилия. Когда мне сказали, что нужно стоять на стопах 10 минут, я, честно говоря, офигела. Вот. 10 минут, но, как я уже сказала, 2 минуты. Потом, когда вы уже будете, у вас будут, ну, более-менее хорошие стопы, то вы можете уже 5 минут стоять, а потом уже 10. То есть постепенно, если вы начальный уровень, то постепенно. Если вы от среднего, то уже переходите к 10 минутам. И далее максимум я стояла 10 минут, но можно 15. Но 15 я бы уже не выдержала, честно говоря. Это уже прям профи-профи. Так же делаем упражнение. Берем наш тренажер. Вставляем, когда мы разогрели стопы, резиночку. У меня это вот такая. Я не буду сейчас тянуть, так как я уже тянула. Вставляем. У меня это тоненькое. Тоненькое и не тоненькое зависит от размера вашей стопы. То есть не от размера, как сказать. Если у вас маленькая стопа, то есть люди, вот у меня есть подруга. У нее маленькая стопа, но у нее очень хорошие. Стопы они прям до пола у нее. Они у нее природы. Они очень хорошие. Ей толстую надо, то есть они маленькие, и она может не дотянуться. Поэтому ей надо положить. Но я кладу тоненькую. Так же мы тянем стопу 2 минуты. После того, как мы это сделали, берем нашу резиночку волшебную. Также можно заменить тренажер для стоповариком и резинкой. Думаю, поняли, о чем я говорю. Не этой резинкой, а резинка специально для стоп. Ее берут гимнастки, балерины, также танцоры. У меня, к сожалению, ее нет. Но в скором времени я хочу ее купить. Потому что очень много с ней упражнений есть. Вот эта резинка, с ней минимум упражнений. Она и вообще для растяжки. Не стоп, но... Для всего. Вообще для всего. Но для стоп тут минимум. Итак, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok